Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что иноагент Лазарева заявила, что те депутаты, которые разработали законопроект о конфискации имущества за фейки, за дискредитацию, я считаю, что это не просто правильно, это настолько своевременно. Да даже не своевременно, это правильно, но надо было раньше, конечно, это делать, потому что многие, кто поливал грязью Россию, уже давно все переоформили. Но, тем не менее, я считаю, что это правильно сейчас, что это делается, потому что сделать все сразу, конечно, невозможно, такой массив, необходимо отреагировать на все вновь появившиеся формы общественных отношений, урегулировать их и так далее. Естественно, это сразу очень тяжело сделать, все понятно. Но внезапно проспавшаяся, а может быть, еще и не проспавшаяся, судя, так сказать, по внешнему виду Лазарева, заявила, что она хочет, чтобы депутаты, которые разработали законопроект, уснули вечным сном. Вы знаете, друзья, ну, собственно говоря, здесь не мне давать, конечно, правовые оценки, но, может быть, она и, так сказать, желает, а депутат это представитель власти в стране, желает, так сказать, смерти в данном случае представителям власти. А это уже, может быть, какой-то, может быть, статьей, не знаю, но, еще раз говорю, не мне давать правовые оценки, но, тем не менее, такие заявления, почему она делает? Ну, они все общаются, мы сегодня слышали террористы-экстремисты на агент Смоленинова, который сказал, что готов выступать перед солдатами сопредельного государства только тайно, потому что у него здесь вся семья, пока он не вывез, он хочет все это тайно делать. Что он встретил с Ходорковским? Ну, то есть, отрабатывает уже по полной программе, как и все остальные они. Так вот, почему она такие заявления делает? Потому что у нее самое возможно, или у ее знакомых там иноагентов, которые делают такие заявления, им закрывают рот. Они понимают, что придется прикрыть ротик, а отрабатывать-то надо. То есть, они говорить не могут перестать поливать грязью Россию, иначе им там перестанут печеньки давать. А теперь как? Получается, что здесь они недвижимость потеряют? Ну, вот и придется выбирать. Если решили работать там, тогда недвижимость здесь все. Я считаю, конечно, было бы здорово этот закон перейти прямо на следующий день после начала операции. И с того момента, если бы кто-то решил говорить, он бы уже лежил со всего. Но, еще раз говорю, конечно, очень сложно сразу это все сделать, потому что задачи другие совершенно. не вот у этих людей, скажем так, озаботиться там, забрать дачку или квартиру за их высказывания в рамках уголовного дела, естественно, на законных основаниях. Поэтому, конечно, они будут делать такие заявления, стараться всячески дискредитировать, а там все у них будет хорошо. Там они будут стараться плюсики ставить, потому что им заокеанские хозяева печеньки выдают. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, если вы предприниматель, бизнесмен, талантливый человек, хотите, чтобы вас узнало много людей, или не хотите терять десятки тысяч потенциальных клиентов, которые уже сегодня могли стать вашими, у меня для вас интересны предложения на моем сайте buddha-grišna.com. Переходите, посмотрите, если понравится, пишите. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Продолжение следует...